МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2008 году в Петербургской епархии Русской Православной Церкви разразился грандиозный скандал. Игумен Евстафий Ижаков, настоятель храма в Стрельне, повесил около алтаря икону «Святая Матрона благословляет Сталина». Через несколько дней под давлением общественности священник икону снял и попросил освободить его от должности настоятеля. Интересно, как родился миф о визите Сталина, и миф ли это вообще? Вот та самая икона. Она и в самом деле выглядит странно. С одной стороны, лик святой, изображенный довольно близко к канону, с другой – Иосиф Сталин, срисованный из фотографии, в шинели и в полный рост. Согласно одной из версий, отец народов встречался с Матроной во время обороны Москвы. Верховному главнокомандующему нужно было принять важнейшее решение – оставаться ли в осажденной столице в этот критический момент. Как известно, Сталин тогда не уехал из Москвы. Было два человека, которые повлияли на его решение – остаться. Первый – это был Жуков. Жуков его сказал, Москву, безусловно, удержим. Немец будет отброшен. Но у Сталина, вероятно, появился еще последний способ проверить правильность этих слов. Его последним аргументом был приезд к Матроне. Неужели простая крестьянка, слепая и неграмотная, могла так повлиять на ход российской истории? Игумен Евстафий в этом не сомневается. Матрона совершенно точно не была обычным человеком. При жизни такие святые вызывают противоречивые чувства, потому что они считаются ненормальными. Их жизнь вызывает вопросы и насмешки. От смерти до канонизации Матроны прошло всего 40 лет. Уникальный случай в истории православия. Для сравнения, Серафим Саровский был причислен к лику святых спустя 70 лет после смерти. Она была канонизирована только исключительно из-за народного почитания, но и из-за того, что известно много случаев ее чудес. В эти чудеса сегодня верят тысячи людей. Известная актриса Мария Бертенева рассказывает. Однажды на гастролях она серьезно заболела и сорвала несколько выступлений. В тот момент ей показалось, жизнь и карьера пошли наперекосяк. И только поход в Покровский монастырь к мощам Матроны вернул ей силы и надежду. Я не помню, честно говоря, как я преподала к иконе, в общем-то, и со слезами. Просила просто успокоения душевного и еще кое-что. Что, в общем-то, я и получить не чаяла, но на следующий день она мне это, в общем-то, и дала. Итак, что известно о первых годах жизни Матроны Никоновой, будущей святой. Родилась она в селе Себино Тульской губернии. По одним источникам, младенец без глазных яблок появился на свет в 1881 году. По другим – в 1883. По третьим – это был 1885 год. Известно также, что в 18 лет девушка была полностью парализована ниже пояса. Эти два факта позволяют предположить, что у Матроны была тяжелая генетическая патология. Но как она могла возникнуть? Это журналист Алексей Челнаков, автор серии исследовательских статей о жизни Матроны Московской. Он несколько раз приезжал в то самое село Себино и работал в историческом архиве районного центра. Челнаков изучил метрические книги местного храма за 10 лет. С 1880 по 1890 год. Но записи о рождении девочек с именем Матрона в крестьянской семье Дмитрия и Натальи нигде обнаружить не удалось. Оставалась одна зацепка. Из метрической книги за 1883 год пропали почти все страницы. Кроме тех нескольких, куда занесены имена родившихся в январе. Может быть, эти страницы просто были уничтожены? Но почему и кем? Матушка Матрона могла быть взята крестьянской семьей, как незаконная рожденная из дворянской семьи. Дело в том, что неподалеку от того села, где жила вот эта крестьянская семья, была дворянская усадьба древнего рода Голицыных. И кто-то из этого рода, одна из женщин молодых, могла родить внебрачного ребенка. Возможно, от новорожденной в семье аристократов просто захотели избавиться. Есть версия, что ребенок мог появиться на свет в результате связи между близкими родственниками. Отсюда редкая врожденная патология – отсутствие глазных яблок. Мозг был уже исходно настроен на отсутствие визуального восприятия. Дети ее в младенческом возрасте, кстати, очень успешно тренировали, издеваясь над ней. Они загоняли ее в ямы, потом хохотали, смотря как она выбиралась из этой ямы и бежала домой. Считается, что пророческий дар Матрона Никонова обрела в 6 лет. Именно тогда девочка сделала свое первое предсказание. Маленькая Матрона сказала, что ваш дом сгорит через 2 дня, и так случилось. Мало-помалу после этого случая стал к ней приходить крестьянский народ, чтобы получить какой-то прогноз, какое-то описание будущего. Когда власть в стране перешла к большевикам, Матроне было уже за 30. И именно в это время ее жизнь изменилась. Но эти перемены вряд ли можно назвать радостными. Ее старшие братья после 1917 года вступили в большевистскую партию, были активистами, возглавляли сельские ячейки коммунистические, раскулачивали, то есть они участвовали в раскулачивании. Они, по сути, сестру свою выгнали из дома. Родственников Матроны тяготила ее набожность и ее слава целительницы. К тому времени слепая женщина помогла уже тысячам людей. Эти случаи по большей части не поддаются логическому объяснению. Был случай, когда она внезапно заболевшего, потерявшего движение, односельчанину вылечила, заставив его ползти к себе на прием. Полз он три с половиной часа. Что она там с ним делала, как она там над ним молилась, но ушел он от нее на своих ногах. В 1925 году Матрона вместе с подругой Лидией Янковой уехала в Москву. О ее жизни в столице вплоть до 1942 года неизвестно практически ничего. Жила даже в Сакониках, где-то в фанерном доме, в Морозы ее знакомые к ней пришли. Она приножила к стенке этого фанерного дома. Вряд ли присутствие слепой ясновидящей, которой то и дело выстраиваются очереди и страждущих, могло остаться незамеченным. Считание ее, конечно, было совершенно небывалым. И таким образом, то, что Матрона избежала ареста, это чудо даже. Документально зафиксированная история жизни Матроны начинается с 1941 года. Именно в это время ясновидящую приютила семья Ждановых в своей квартире в Староконюшенном переулке. Их дочь Динаида впоследствии напишет «Житие святой». Легендарную встречу Сталина и святой Матроны, попавшую в скандальный иконописный сюжет, церковь изъяла из «Жития святой». Нет ее и в официальной биографии вождя народов. Хотя, как минимум, два свидетеля утверждают, когда немецкие войска стояли под Москвой, Сталин приходил к слепой старице и просил у нее совета. Глубокой ночью в Староконюшенный переулок тихо въезжает машина. В ней всего два человека. Один из них – шофер. Во втором, если приглядеться, можно узнать вождя народов. Примерно так описывает это отец Евстафий. Сталин выходит из машины. Причем, как ни странно, он знал, куда пройти. Эту дверь, где надо было открыть, эта дверь у него, вероятно, была ему известна. Из каких-то источников. И вот он вошел в эту комнату, ну, не поздоровавшись или прямо обратившись к ней, к Матроне. По словам священника, Сталина у Матроны видела не только Зинаида Жданова, но и ее соседка со второго этажа. С этой женщиной священник был знаком лично. Анастасия Ивановна, которую я знал, и ей 70, а я был еще 25-летним человеком. И вот она, однажды, собравшись вместе с своей подругой, вдруг тихим голосом рассказала. Почему тихим? Потому что им сказали, вы не болтайте. Но историки сомневаются в том, что такой визит был вообще возможен. Государственный деятель, руководитель партии правительства. И, конечно, если бы даже куда-то там поехал, это где-то бы отложилось. Да и вообще, я думаю, что это не очень похоже просто на него, на сам его характер, на его отношения с людьми, чтобы он вдруг отправился, ну вот, к такой женщине, ну, овеянной ореолом православного почитания. А вот психофизиологи считают, что такая встреча вполне в духе отца народа. Если Матрону встречался со Сталином, значит, она увидела в нем личность, которая способствует восстановлению нации. А, собственно, такой личностью он и был. Не будем забывать, что Сталин Джугашвили с отличием окончил духовное училище и довольно успешно учился в Тифлийской семинарии. Страна официально жила по законам атеизма. Но именно советский вождь принял несколько неожиданных решений, о которых и сегодня мало кто знает. И патриарх искренне считал, и большинство наших епископов, что Сталин был действительно вот таким богоданным вождем, что ему в плане благодарность за то, что он прекратил гонения на русскую церковь, что он восстановил патриаршество, что он действительно, значит, разрешил существование семинарий, академий, монастырей. После победы советские историки основательно почистили жизнеописание вождя. Чуть позже, со своей стороны, над образом Матроны поработали и священнослужители. Церковь взялась за исследование, за написание уже официальной биографии святой. И там-то уже исчез сталинский эпизод. Из-за предполагаемой встречи со Сталиным канонизация Матроны Московской до сих пор вызывает споры среди верующих. Рассказы о творимых ею чудесах, о пророчествах передавались из уст в уста. А вот составленного по всем церковным законам жития Блаженной перед ее канонизацией так и не появилось. Зато в 1993 году огромным тиражом вышла книжка Зинаиды Ждановой «Сказание о житии Блаженной Старицы Матроны». Прочитав ее, историк Илья Семенко-Басин отправился на Даниловское кладбище, где была захоронена ясновидоща. Да, действительно, люди приходили. И, ну что греха оттарить, возник даже кладбищенский бизнес, потому что на могилу Матроны нужно было цветы приносить. И вот уже группа людей встречали паломников при входе на кладбище с этими букетами, которые продавались по какой-то, так сказать, сходной цене. Такой вот типичный народный культ, несанкционированный иерархии. Ну, вот такой очень живой, живой, ну, с какими-то своими верованиями, обычаями. В 1999 году мощи Матроны перенесли в Бокровский женский монастырь. Сегодня это место настоящего паломничества тысяч людей. Это мое, скажем так, любимое место в Москве. Там я себя чувствую прекрасно и спокойно, и даже когда на сердце тяжело, или какие-то неприятности в жизни, я всегда стараюсь пойти туда. Верующим России была просто необходима такая святая. Не так много в новейшей отечественной истории людей, которых уважают и почитают буквально все. Из священников, отрицающих факт общения Матроны и Иосифа Сталина, тоже можно понять. Зачем ставить вровень великую провидицу и великого тирана? После скандала с иконой «Матрона благословляет Сталина» изображение диктатора срочно закрасили, а на его месте написали трех ангелов. Теперь икона называется «Явление ангелов Святой Матроне». Если реставраторы из далекого будущего снимут верхний слой краски, они, вероятно, будут удивлены. А новые летописцы, возможно, опять отредактируют историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин – Корректор А.Кулакова Продолжение следует...